Всем привет, садоводы и огородники! Я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о использовании вот этого культиватора хутор на 8 лошадиных сил. Друзья, я купила его себе сама, даже по кредитной карте. Если вы боитесь пользоваться кредитками, то совершенно зря. Я уже столько вещей на них купила. Там в любой кредитной карте есть беспроцентный период. Нужно просто твердо рассчитать свои силы и заплатить деньги. То есть банк за вас заплатит, а потом вы в течение этого льготного периода должны вернуть на счет то, что вы потратили. С вас за это не возьмут ни копейки. У разных банков разный льготный период. Я вам оставлю ссылочку. Если вдруг вы захотите что-то купить, но у вас недостаточно средств, вы можете воспользоваться моей ссылочкой и воспользоваться кредитной картой. Друзья, я не знаю, я этого не боюсь. Но реально, кто меня смотрит, у меня столько вещей куплено по кредиткам. Да замечательно! Но я вообще не об этом. Я хотела рассказать вам про вот этот культиватор. Правильное его название – сельскохозяйственная машина. И это не реклама. Я просто хочу ответить на вопросы женщин, которые сомневались, что я могу им пользоваться. Друзья, на самом деле он легко идет. Здесь весь смысл, как я поняла, я это говорю потому, что... Ну, мне писали в комментариях, ой, зачем ты его купила? Здесь нужна грубая мужская сила. Ничего подобного. Колеса, когда мы снимаем и ставим вот эти фрезы, они крутятся, он едет сам. Ты его должен вот так за ручки просто придерживать. И вот здесь сзади есть сошник, то есть такой вот кусок металла. Я говорю про вот эту вещь, которая держит его на месте. Понимаете? Она должна закапываться вот так в землю и тормозить его. То есть, чем глубже он сидит, ты его здесь нажимаешь вот так сверху на ручки, и он вот так закапывается в землю. А фрезы в это время крутятся, и они тоже закапываются, и получается, что перекапывают нам весь участок. Если ты его хочешь продвинуть, а фрезы закопались, фрезы закопались, они вот так копают-копают, и он дальше не идет, он тормозится. Ты вот так эти ручки вверх поднимаешь, получается сошник у тебя из земли как бы вытаскивается, фрезы крутятся, и культиватор вот так продвигается вперед. Чуть продвинулся, раз вот так на него нажал, и он опять копает. Но я делаю так, во всяком случае, рывками. Я не могу, чтобы, знаете, поступательное такое движение было, и чтобы он копал, и вот это еще сзади за себя тащил. Но вот так, знаете, потихоньку так вот делаешь вот эти движения, и он, можно сказать, без перерыва, без этих вот бугров, невскопанных, он двигается вперед, перекапывает просто шикарно, отлично. Вы знаете, совсем другие возможности с ним сразу появляются, потому что лопатой копать, ну, это очень тяжело, тем более, если нет мужской силы, девочки-дамы, вы с ним вполне справитесь. Когда он идет уже по перекопке, вот уже по второму разу, как бы, вперед, в принципе, за него можно просто держаться. Нет такого, мне писали, что без рук ты останешься. Он вот так трясется. Нет, когда, ну, как бы, с усилием, он все равно, ты вот так на него нажимаешь, ну, я не думаю, что это от меня прям потребовало, каких-то сверхусилий. Единственное, что у него, конечно, очень тугая вот эта ручка газа. И здесь нужно понять, как работает сцепление. У него, получается, две скорости вперед и одна назад. Но задней я пользоваться боюсь, и я, наверное, не буду ей пользоваться, потому что я боюсь. Он очень быстро работает назад. Я боюсь, что я просто не успею отскочить. А вперед нормально. Заводишь его на нейтралке. Затем первая скорость, и тут так вот назад переводится. Вот, смотрите, здесь рычаг скоростей. Вот в данный минут, видите, на единичке стоит, вот там такая шкала есть, там нарисована. Это первая скорость, то есть он едет вперед медленно. Вот это, друзья, вот так раз, вот он вертикально стоит, это нулевая. И здесь же задняя скорость. Но чтобы заднюю скорость включить, вот тут ручка, вот эта вот ручка заднего хода. Она, конечно, вот нужно вот эту штуку вот так вот еще пальцем прижать, и только тогда ручка, в общем, вот так начинает работать. Слушайте, ну нет, я ее не буду включать, еще раз говорю, он очень быстро едет. Вот, тут написано, вот видите, задний ход. И вторая скорость, чтобы быстрее вот так вот его раз толкнул, вот, и она вторая скорость. Заводим на нитрав. Просто нужно привыкнуть. Вот это первое. Все, никаких сложностей нету. Потом, вот эта штука, вот это поднимает ручки по высоте, да, как вам удобно давить на них. Ну так откручивается. Я их, конечно, не собирала, потому что я, я имею в виду, культиватор не собирала. Не собрал его сын. Ну, в общем, вот он мне прикрутил. Здесь вот такие шестеренки цепляются. А, там я думаю, что не крутится. Там с другой стороны вот тут ключ нужен. Так. Вот. И все. И ты замечательно можешь пахать. В этот бак мы залили бензин, потом масло заливали, потом еще одно масло заливали. Ну, это вам лучше мужики скажут. Это, в общем, мне сын все залил. Вот эта заводилка мне не очень нравится, но эти вообще все заводилки, я об них кисти обрываю. Но, тем не менее, привыкнуть можно. То есть, вот на нейтралку ты его ставишь. Вот так на нейтралку. Так, заслонка вот здесь, друзья. Вот здесь кнопка, заводилка есть. Затем вот здесь есть... Вот они. Тут все нарисовано для тупых. Все написано очень даже хорошо для таких, как я. Вот видите, вот здесь поступление бензина открыто, а вот эту заслонку надо пока закрывать. И, в общем, вот ты его вот так включаешь и начинаешь заводить. И вот здесь есть газ. Он должен поработать несколько минут, прежде чем им пахать. Подножку вот эту раз под него и поехал. Я сейчас попробую пропахать, а вы за мной наблюдайте, ну, то есть, как я себя веду. Если, конечно, я с ним справлюсь, потому что я к нему только-только привыкаю. так, так и дальше. Тихо! Тихо! Поминуть немножко тихо! И чтоб не прыгать! Продолжение следует... 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 работу выполнила и молчит больше ему ничего не нужно единственное место где он будет ночевать все друзья надеюсь ваша мой обзор надеюсь мой обзор вас повеселил и дал хоть какое-то представление о такой сельскохозяйственной машины же на самом деле много просто я взяла мощную вот а есть как сказать захват у нее поменьше значит кстати косить может и пахать и какие-то еще там насадки есть может рыбу ловить может я не знаю вот мне очень нравится реально я теперь спошу весь свой огород весь осталось бы еще знаете хорошо какому-то пропольщика на найти вот такого чтобы полол ну и вообще тогда никаких забот нет всем пока кстати я вам все ссылочки полезные оставлю под видео пройдите по ним обязательно я для вас стараюсь а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok